Продолжение следует... А есть ли оружие, которое работает более радикально, чем военное? Оказывается, есть. Это генное оружие. Страну можно поработить с помощью зеленой каски. Но в чем проблема военного оружия? Каски видны. Видно, кто стрелял. На место того, кого застрелили с нашей страны, может встать другой, еще более сильный. Так, значит, нужно искать другие методы. На уровне военной каски Россию уже несколько раз пробовали. Ничего не получается. Поэтому я утверждаю, что на пятом экономическом приоритете генного оружия результаты достигаются гораздо более устойчивые. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русский мужик без стакана? Вы вдумайтесь, каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатываемый через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете и в былые советские времена ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. А что такое алкоголь? Вам никто никогда не расскажет, что такое алкоголь из врачей. И вот чижик-пыжик, где ты был? Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Зашумело в голове. А что зашумело-то? Я вам поясняю, что зашумело. Этой темой я занимался с нашим первым медицинским институтом с помощью электронных микроскопов. Электронный микроскоп позволяет снять процессы, которые происходят в головном мозге. Поскольку зрачок, мы имеем там, так сказать, фрагмент мозга. И там все видно, вот эти процессы, которые происходят. Вначале пациент, что называется, трезвый под микроскопом, а потом, после того, как он принял 100 граммов, там все становится понятным. Оказывается, что такое алкоголь? Вот наши кровеносные сосуды в головном мозге имеют очень узкие капилляры, соизмеримые с размером эритроцита. Эритроцит в нормальном состоянии имеет липидный слой, жировую смазочку. Когда эритроциты, когда алкоголь попадает в кровь, жировая смазочка нарушается, эритроциты начинают слепаться. Кровь течет не поштучно эритроцитиками, а вот у посвященных, кто придумал эти схемы уничтожения генетики того или иного народа, это называется эффект виноградной грозди. То есть эритроциты текут в виде виноградной грозди. И вот здесь, в узком сосудике, просто образуется тромбочка, застревает вот этот шарик. И кровь дальше не поступает. А вот здесь, в конце нейрончик. Этот нейрончик прекращается кровоснабжение, прекращает поступать кислород, и нейрон физиологически погибает. Вот это гибель нейрона, когда клетки атрофируются и погибают, и воспринимаются человеком в качестве безобидного состояния опьянения. В нашей системе, почему я вот белой завистью завидую тем, вот вам, молодым, кто сейчас входит в жизнь и способен понять и освоить эту информацию, у вас все изменится в вашей родовой генетике, в вашей жизни, если вы поймете вот эти примитивные элементарные вещи. Мне, к сожалению, эта информация была дана там в возрасте 40 лет, но после этого жизнь моя, моего рода изменилась начисто. Я сейчас могу поверить во что угодно, но никогда не поверю, что в моей родовой генетике, близлежащей, там, сестры, братья, зятья и так далее, найдется человек, который в течение всей жизни сделает хотя бы один глоток пива или хотя бы один глоток шампанского. Заметили, что Путин впервые в истории России произносит тосты новогодние без фужера шампанского. Никогда не поймете принципы глобального управления, пока не обратите внимание на мелочи. Мелочи, запомните, не имеют решающего значения, они решают все. И для тех, кто понимает мелочи, все становится понятным. Вот вдумайтесь, почему Путин произносит новогодние тосты, вдруг нарушая все традиции, все общепринятые нормы без фужера шампанского. Значит, система знаний, с которой я работаю в последние 15 лет, там люди, которые в их родовой генетике на протяжении последних тысяч лет никто не имел права потребить хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. Принципиально имея возможности мозга при этом возникают. Для того, чтобы подорвать нашу генетику, которая априори самая мощная в мире, придумано вот это генное оружие. В моей книжке есть раздел специальный, пятый, где расписано это детально и подробно, алкоголь и табак как генное оружие. Табак работает точно так же. При попадании, вот если вы не курите, проверьте, курнули, да, ровно столько времени понадобится, сколько кровь пойдет от легких до головного мозга, и как только эта отравленная ядосодержащая кровь попадет в головной мозг, так ровно в этот момент у вас начнется головокружение. Они спазмируют сосуды и не пропускают эту ядосодержащую кровь, как бы так сказать, в тонкие структуры головного мозга. Расписано у меня и откуда жрецы древнего Египта взяли вот эти механизмы возможного управления человечеством с помощью генного оружия. Вот если вы запустили в ту или иную родовую генетику генное оружие, то этот рот обречен. Через 50 лет, через 100, через 200, это уже второй вопрос. Но если та или иная родовая генетика не распознала алкоголь как генное оружие, считайте, что вы тот, кто управляет нами, он эту задачку решил. Вот отсюда вам вспомните, как нас покоряли, я вам потом немножко обобщу, но вспомните, что было на этом приоритете. Это классическая глобальная схема спаивания. Запрет, потом спирт-рояль, и процесс пошел, как говорил архитектор-перестройки. Для того, чтобы спаить народ, первое, что делается всегда, это введение запрета. С запрета начинается спаивание. Следующий приоритет, на котором осуществляется управление глобальное, вот эти два приоритета, можете скобочкой пометить, это материальное оружие, то есть это конкретное вещество, конкретное устройство. Как они работают? Вот смотрите, если военное оружие вы берете шкалу, то здесь у вас что будет? Вот здесь у вас будет пистолет Макарова, здесь винтовка, здесь пулемет, автомат, пушка, ракета. Если вы берете генное оружие, то здесь у вас будет что? Тобачок, пиво, вино, водка, марихуана, героин. Кто-то говорит, да вы что, героин и пиво, при чем здесь? Я утверждаю, что это абсолютно одно и то же, функциональное предназначение абсолютно одно и то же для подрубания генетики народа. Убойная сила разная, да, у пистолета Макарова и у пушки совершенно разная убойная сила. Точно так же у пива и у, скажем, марихуаны убойная сила разная, но движение по этой прямой начинается всегда с пива. Самый опасный напиток это пиво. И пока мы не осмыслим это, у нас ничего не изменится. Мы можем сколько угодно знать физику, химию, способы и системы работы спецслужб, но если у нас с 12 лет девочки и мальчики будут пить пиво, значит наш народ обречен, потому что мы утратим функцию воспроизводства того, чего у нас есть. Продолжение следует...